МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славим Тебя, Господь! Славим Тебя, Господь! Славим Тебя, Господь! Это так чудесно! Благодарим Тебя! И я благодарю Тебя, Господь, за каждое сердце, которое находится здесь, могучее Божие, в присутствии Твоего, в присутствии Святого Духа. Спасибо, Господь! Это так чудесно, Церковь Божья! Переживать Его близость, наслаждаться Его любовью, наслаждаться Его рукою, которая находится над Тобой, Симогрящей Божьей. Это так чудесно! Славим Его! Славим Его! В Его святом присутствии все меркнет. В Его святом присутствии обстоятельства отступают. В Его святом присутствии нет ни болезней, ни печалей, ни слез. Славим Его! Славим Его! Потому что Он сказал, Ты мое дитя! Я Тебя избрал! Я Тебя напомню! Я Тебя обеспечу! Мое исцеление – это Твое исцеление, которое я даровал Тебе Сыном, Иисусом Христом, оно Твое! Мое обеспечение через Сына моего, Иисуса Христа, оно Твое! Оно Твое, дитя мое! Возлюбленное Божие! Только потому, что Ты пришел ко мне И взялся за ту руку, которую я притянул Тебе. Слава Ему! Слава Ему! Слава Ему! Братья и сестры! Слава Ему! Мы славим Его, дорогие мои! Мы благодарим Его! Возлюбленные, мы можем присесть. У нас сегодня чудный день. Вы знаете, Церковь Божья, Церковь Божья, на протяжении того момента, как она была образована, мы не будем говорить, каким способом, как она была образована, она переживает очень много Божьих благословений. Очень много Божьих благословений. Даже то, что мы находимся здесь все вместе, это Божьи благословения. У нас очень много было и будет, я верю, помазанных Божьих служителей, которые несут в себе Божьи благословения для нашей Церкви и через нашу Церковь, через Церковь Божью, для этого города, для этого края, я верю, даже для всей России. Даже для всей России. Возлюбленные, я хочу вам представить еще одно Божье благословение, которое у нас здесь, на Кольской земле, в городе Мурманске. Это служитель, ведущий служитель, служение Джей Джилэм, Джей Джилэм, я правильно уже произношу, Джей Джилэм Алексея Трауков, который двигается в этом, который является благословением для России, на самом деле, на самом деле, через него Бог действует очень чудесно, и те, кто присутствовал на семинаре, могут об этом засвидетельствовать, могут засвидетельствовать о Божьих чудесах, которые Господь производит здесь, на этом месте, и которые Он будет производить еще в других местах, через тех служителей, которые принимают это, я имею в виду вас, практикуют это, и несут через это прибыток в Дом Господень и все славу воздают Ему. Аминь. Я приглашаю нашего брата Алексея. Да, поприветствуем его. Если можно поставить, да. Всем здрасте. Так же, как у нас в Краснодаре, не получается сказать «Доброе утро на служение», потому что у вас так же, как у нас в 12 начинается. Отлично. Слава Господу. Супер. Слава Господу. Драгоценные. Есть благословенные на этом месте? Так, ну парочка человек есть. Или вы еще не проснулись просто, да? Да? Ну, слава Господу, драгоценные. А, более благословенный микрофон. Это отлично. Мне нравится более благословенный. Но я мог бы тот благословением зарядить, но ладно. Слава Господу. Хорошо, драгоценные. Я так рад быть здесь. Слава Господу. Я говорю, я вчера звонил своей маме. Мы просто вообще из Краснодара с супругой приехали. Но вообще мы родом из Воркуты, и мы всего 5 лет живем в Краснодаре. И для меня было странно первый раз позвонить матери, которая живет еще в Воркуте, и сказать, слушай, я впервые звоню тебе с места севернее, чем вы находитесь. На пару градусов всего. Потому что Воркута она 67-й параллель, а у вас 69-я. Вот. Ну, слава Господу. Классное время, драгоценное, серьезно. Мы много где служим, и Бог везде действует, везде совершает чудеса. Но, знаете, есть такой момент. Не знаю, может, это я такой, может, это просто у меня так сердце лежит. Но вот есть определенные места, которые вот они как-то западают так в сердце. И вот ты так вспоминаешь все время. И ты когда куда-то ездишь, вспоминаешь, вот был я там. И вот, ой, там здорово так было. Хотя везде было здорово, но есть некоторые места, где ты прям запоминаешь. Я чувствую, Мурманск у меня будет именно таким городом, который я особенно запоминаю. Слава Господу. Хорошо. Я верю, что вы пришли сюда для того, чтобы получать слово от Бога. Я верю, что вы пришли сюда для того, чтобы благословляться, чтобы обучаться, потому что на самом деле церковь – это место, где мы снаряжаемся для того, чтобы когда мы выходим из собрания, мы что-то с собой уносили, и что-то, вот это то, что мы с собой уносим, мы несли туда, на улицу, к себе домой, на свою работу, свой бизнес, к своим детям, к своим родственникам, к своим соседям, чтобы мы это несли людям, которые находятся вокруг нас. Знаете, я когда был в Киеве, в 2017-2018 году, когда приезжал наш наш служитель, пастор Карри Блейк, в церкви у пастора-епископа Объединения Виталия Вознюк, куда он постоянно приезжает, Карри Блейк, мне очень понравилось, у него, знаете, у них очень большая церковь, у них свое здание, и у них на выходе из здания, внутри церкви, висит огромный такой билборд, на котором написано, «Твое главное служение начинается на выходе из этого здания». И на самом деле, так оно и есть для церкви драгоценное, потому что, к сожалению, сегодня, к сожалению, так складывается, что нас приучили, что вот воскресное собрание, это вот, ну вот это все, это центральная часть христианской жизни, и люди приходят десятилетиями на воскресные собрания, и они не могут даже понять, зачем они сюда уже приходят. Знаете, поначалу вроде как было понятно, а потом с каждым годом это понимание куда-то улетучивается, и ты вроде как ходишь, и ходишь, и ходишь, а потом, знаете, у нас в Краснодаре есть такие шутки, у людей, которые посещали некоторые религиозные собрания, они говорят, ну, выходит человек с собрания, а другого не было на собрании, и тут его спрашивают, слушай, ну что там было, как было на собрании? Ой, такое классное собрание, такое слово было, такое слово вообще говорили, я аж прям прослезился, классное. Так о чем слово было? Не помню. Но за душу взяло вообще, знаете. Но я верю в драгоценную, что мы не только будем, знаете, душу вашу цеплять, хотя это тоже надо, почему нет, но я верю, что вы будете для себя что-то уносить, чтобы действительно практиковать это в своей жизни драгоценной, потому что ваши жизни должны меняться. Каждый раз мы должны преображаться в образ Христов, каждый раз, с каждым днем мы должны все больше и больше становиться похожими на Иисуса Христа, причем во всех сферах. Но знаете, когда мы говорим вот этими общими фразами, и я уверен, вы слышали эту фразу тысячи и тысячи раз, надо возрастать во Христа, надо становиться похожим на Христа, преобразовываться в образ Христа. Это все очень здорово. А какой он, Христос-то? Потому что, знаете, есть множество таких вещей, мнения о которых может быть десятки разных. То есть, вплоть до того, что мы на семинаре будем еще разбирать сегодня тему о духовном водительстве. Я уверен, что если я посажу, знаете, 10 разных человек, даже вот отсюда 10 разных человек, и отдельно спрошу у каждого мнения, что он думает, что такое водительство Божье, ну, отдельно друг от друга, я уверен, что я получу 10 разных мнений. И так не только касательно этой темы, так и касательно многих других вещей. Потому что сегодня некоторые верят о том, что, ну, Бог хочет, чтобы у нас были болезни, чтобы мы иногда немножко пострадали. Почему бы иногда немножко и не пострадать-то? Ну, некоторые учат о том, что Бог хочет, чтобы у нас иногда были финансовые трудности, потому что, наверное, они нас чему-то учат, наверное, они нас смиряют, наверное, они нас чему-то наставляют. Знаете, я когда был в Керчи в 2017 году, была такая очень забавная ситуация. Это был второй раз, когда я туда приезжал, семинар «Новый человек». По прошествии первого семинара там уже люди практиковали послания, они уже молились за людей, за исцеление. И мы выходим с очередного дня конференции, семинара «Новый человек». У нас группа человек 10, наверное, идем общаемся. Выходим. И видим, впереди идет женщина на таких, знаете, я не знаю, как они называются, это не костыли, а такие палки, знаете, под приплечья такие. То есть это вроде как палочка, но она так под приплечья еще держит, я не знаю, как они называются, ну, неважно, под две руки. И она очень тяжело идет. И ребята увидели ее и побежали сразу за нее молиться. Я думаю, я не буду влазить, у меня практики так хватает, пусть сами практикуются. Но что-то пока я до них доходил, потому что это как раз по пути туда, куда надо было идти, что-то как-то все, ничего не сдвигалось, в плане того, что они так и не начинали молиться. Думаю, что там происходит такое? Я подхожу и как бы, ну, начинаю понимать, в чем ситуация. Женщина оказалась из, знаете, такого движения, свидетелей Иеговы. А у них нельзя получать исцеление, потому что исцеление – это от дьявола. Это не шутка, это реально, ну, теология такая у людей. Вот. И она говорит, вот Бог дал мне эту болезнь, чтобы смирить меня, чтобы научить меня и так далее. Знаете, в тот момент я научился одной вещи, и та мысль, которая тогда пришла, которую мы тогда озвучили этой женщине, я продолжаю ее повторять постоянно, и этот пример говорит постоянно, потому что он настолько понятный и настолько, знаете, встряхивающий вот эту затвердевевшую, забронзовевшую вот эту вот теологию, возвращающую ее в нормальное состояние, которое у нас есть. Мы говорим, слушайте, ну тогда выкиньте палочки. Чего вы тогда с палочками ходите? Вы же сказали, что Бог дал вам эту болезнь, чтобы вы чему-то научились, чтобы вы смирились, чтобы все было классно. Но когда вы ходите с палочками, вы мешаете этой болезни действовать во всей полноте вашей жизни. Потому что вы же без палочек ходить не можете, тогда выкиньте этой палочки. Она такая, а как я тогда дойду, но это же воля Божья, вы же сами это сказали. Это же не мы вам сказали, это же вы сказали. Тогда перестаньте ходить к врачу. Ой, нет, вы что? Не-не-не, подожди. Если ты говоришь о том, что воля Божья в том, чтобы ты болел, в том, что у тебя были боли и страдания, перестань ходить к врачу. Потому что согласно твоей теологии, если ты ходишь к врачу, ты идешь против воли Божьей. О, а тут какое-то протрезвление сразу же происходит. Потому что болеть-то никто не хочет. С любой теологией болеть никто не хочет. Никому не нравится болеть. И именно в такие моменты, когда мы начинаем вот это вот, знаете, встряхивать эти все вещи, оно почему-то сразу приходит в нормальное состояние. То же самое, когда мы говорим, допустим, о финансовой сфере. Сегодня, знаете, есть множество разных и перегибов в плане финансовых учений. Как говорится, не будем показывать пальцем на различные движения, которые приносят эти, знаете, вот эти вот странные сумбуры в ту и в другую сторону. Но опять же нам продолжают говорить сегодня о том, что, слушай, много финансов иметь – это плохо. И вообще деньги – это грех. Это примерно то же самое сказать, что интернет – это грех. Деньги – это грех. Это все равно, что сказать, что интернет – это грех. Потому что все зависит от того, куда ты используешь этот ресурс. Это то же самое, как все равно, что сказать, что дома иметь нож – это грех. Почему? Ну ножом же убить человека можно. Ну а можно колбасу нарезать. Все зависит от того, как ты используешь этот инструмент. То же самое касательно финансов. Многие верующие сегодня убеждены в том, что нет, у меня не должно быть много финансов. Нет, если у меня много финансов, что-то не так в моей жизни. Срочно надо избавиться. Быстро, быстро. не-не-не, у меня ничего нету. Сегодня продолжают нам учить о том, что Христос был бедный. Он постоянно был бедный, он постоянно в чем-то нуждался. Слушайте, каждый раз, когда Иисусу что-то требовалось, это восполнялось вот так вот, сразу же. Когда надо было поесть и еще накормить огромную толпу, раз, хлеба умножились, рыбы умножились. Причем, обратите внимание, я всегда делаю на этом акцент. Писание говорит, Иисус сказал, это Иоанна 10.10, о том, что Иисус говорит, я пришел принести вам жизнь и жизнь с избытком. Что значит жизнь с избытком? Знаете, я вот обычно показываю, представьте, что вот этот стакан, он наполнен водой до краев. Вот это наполненная жизнь полностью, которой мне достаточно. Ну вот как бы для меня, для моих нужд достаточно. А с избытком это еще сверх того, что есть этого стакана. Это есть избыток. То есть избыток это сверх того, что нужно мне. А зачем мне нужен избыток? Мне же достаточно? Вот именно поэтому я последнее время в церкви говорю. Я говорю, если ваше мышление в чем-либо, в откровениях, в движении, в чудесах, в финансах в том числе, базируется на понимании «мне достаточно, значит, все хорошо», вы находитесь в гордости. Знаете, почему? Потому что две заповеди, которые сказал Иисус. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всекрепостью, всей душой. И вторая заповедь точно такая же, как и первая. «Возлюби ближнего, как самого себя». И Иисус даже сказал, как это сделать? «Поступай с ним так, как ты бы хотел, чтобы поступили с тобой». Следовательно, если я не могу помочь своему ближнему, потому что у меня впритык на все вообще впритык, накормить семью, одеть детей и все, и впритык у меня, я не могу в полноте любить моего ближнего, потому что у меня нет этого избытка. А Бог позаботился, чтобы у меня был этот избыток. Можно сказать, подожди, а почему я еще этого не имею? Но, возможно, потому что вы даже не знали об этом, о том, что Бог хочет, чтобы у вас был избыток. Когда Иисус накормил эту толпу, они не просто чуть-чуть поели. Вот это вот понимание, Бог чуть-чуть. Бог — это не Бог чуть-чуть. Бог — это Иегова Эль Шадай. Больше, чем достаточно. Вот это есть Бог, это есть Его имя. Потому что, когда Он ехал, казалось бы, вот для Иисуса, Его задача, вот задача Иисуса в тот момент, была просто накормить тех людей, просто чтобы они не умерли с голоду. Потому что они бы, знаете, я не знаю, проголодались, потому что далеко были от города, и фактически Он мог дать им, знаете, по какой-то маленькой лепешке, знаете, как бы вот это вот чуть-чуть, знаете, чтобы в желудок провалилось, и пусть идут к себе домой, и там покушают. Ну, казалось бы, ну, как бы очень, знаете, такая хорошая мысль, вроде как нормальная. Но что Иисус делает? Написано, что они ели все и насытились. То есть они поели очень хорошо. Но помимо этого, помимо того, что хлеба и рыба умножилось таким образом, чтобы наелись все, они еще 12 коробов сверху собрали. Избыток. Всегда есть избыток во всех вещах. Всегда есть покрытие любых вещей. Когда к Иисусу приходят налоговики и говорят, слушай, тебе надо заплатить налоги. Иисус спрашивает у Петра, слушай, Петр, а кто должен вообще платить налоги? Те, которые местные или те, которые как бы не здешние? Он говорит, слушай, ну местные свободные вообще, они не должны платить налоги. Да, ты прав. Но! Пойди, закинь удочку, поймай первую рыбку, и там найдешь и отдашь налоги за меня и за себя. Обратите внимание, Иисус не начал говорить, что за несправедливость. С меня пытаются взять налоги, которые не должны вообще с меня брать. Пойдем митинг устроим. Иисус ничего такого не говорил. Иисус говорит, Петр, не проблема, сейчас покрытие придет. Только, знаете, он интересную дает формулировку. Единственное точное условие из всего того, что Иисус сказал Петру, он сказал ему первую рыбку, которую ты поймаешь. Потому что было, знаете, Петр же был рыбаком, и была вероятность, что Петр, как сейчас говорит молодежь, залипнет там на этой рыбалке на недельку, на вторую. И потом придется Петра оттуда вытаскивать обратно. Это было единственное условие. Но если вы почитаете внимательно эту историю, Иисус не сказал Петру, пойди вот конкретно на это место, на эту речку или на это озеро, конкретно встань вот в том месте, рядом вот с этим камышом, когда увидишь два камыша рядом, вот там встань, закинь удочку вот на такое расстояние, и когда ты все это сделаешь, тогда ты рыбку поймаешь. Этого всего не сказано. Все, что сказано. Петр, иди, все равно, куда ты пойдешь. На речку, на озеро. Иисус же не сказал ему, где конкретно, с какой стороны встать, где эта рыбка проплывать будет. Он сказал, закинь, и поймаешь. Первую. Почему? Мы думаем часто, что для того, чтобы ходить в Божьих благословениях, что для того, чтобы иметь Божье благословение, мы должны соблюсти 28 условий своего соответствия. Вот когда я буду соответствовать тому, чтобы Бог меня любил, чтобы Бог меня использовал, чтобы Бог совершал чудеса в моей жизни, тогда, наверное, Бог будет это делать. И все это восходит из того, что мы не понимаем Божий характер. Знаете, как можно жить со своей женой или жить со своим мужем много лет, но не быть с ним знакомым. Я недолго пастор, но мне приходится консультировать семейные пары. Иногда интересные моменты, когда ты видишь эти, и ты смотришь, думаешь, слушайте, я не хочу говорить в браке, а то какое-то слово такое, брак как будто бы. У меня все качественно во имя Иисуса. Я использую слово. Я ничего против слова брак не имею, но я все время говорю супружество. Я в супружестве уже пять с лишним лет нахожусь. И для меня нонсенс, когда можно что-то не знать о жене. Мы знаем друг друга вообще вот каждые моменты. Мы, когда первое слово было сказано, другой может договаривать какую-то фразу. То есть вот настолько мы уже знаем, что сейчас будет происходить. И драгоценные. Но, к сожалению, когда мы говорим о христианских отношениях, когда мы говорим об отношении с Богом, тут возникают сложности. Потому что мы вроде как христиане, мы вроде как верующие, но Бога мы знаем весьма отдаленно. Мы предполагаем, что у Бога такая воля. Мы предполагаем, что Бог хочет этого. И сегодня, когда ты подходишь к человеку и спрашиваешь, какая воля Божья на твою жизнь? Куда Бог тебя ведет? Какое твое призвание? 99% верующих скажут, я не знаю. Я не знаю, я жду, когда Бог мне откроет это. Разве вы видите это в Писании? Разве вы видите это у учеников, когда они в чем-либо действуют, и они говорят, ой, слушай, я не знаю, я просто вот сижу, жду особого времени, когда Бог что-то откроет, когда Бог поведет. Я жду этого, как этого, последнего дождя. Знаете, вот эти вот современные, вот эти вот такие штучки харизматические. Я жду последнего дождя, излияния Божьего на мою жизнь. И вот когда она придет, тогда-то я буду точно благословленным. А пока я просто жду, я ожидаю Божьего движения. Мы не видим этого здесь. Мне очень нравится, когда я читаю послание Анна, послание Петра, они частенько используют такие фразы. Мы знаем то-то, то-то, то-то. Или нам не безызвестно то-то, 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 то-то. То есть они не говорят, ну, мы предполагаем, что Бог делает вот так вот. Мы с братьями сели, подумали и решили, наверное, Бог вот так вот действует. Не было вот этого вот момента, ну, наверное. Они четко знали, что Бог делает, что Бог не делает, как Он поступает и как Он не поступает. Казалось бы, знаете, звучит мысль абсурдно. В смысле, мы можем знать, что Бог хочет, куда Он идет, что Он делает и какова Его воля? Конечно. И кто был на семинаре, мы с вами читали в первый день, это первое послание Коринфянам, вторая глава, где написано, что раньше, Павел цитирует книгу Исаии 64 главу, в 9 стихе 2 главы, он читает о том, что раньше глаз не видел, ухо не слышало и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. И следующим стихом же он говорит, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. И дальше он еще и еще углубляется в этом понимании до конца главы. Он говорит о том, что мы приняли не просто какого-то духа, но мы приняли духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. И заканчивает эту главу, он следующими словами, мы имеем ум Христов. Мы можем знать, что Бог приготовил для нашей жизни. Это не какая-то тайна. Драгоценный вопрос заключается в том, что часто мы думаем, что Бог хочет для нас чего-то плохого. Со многими людьми, когда я общаюсь касательно служения, знаете, к сожалению, сегодняшнее современное христианство превратило служение в большей степени в какую-то такую вещь, которую люди в большей степени побаиваются, из-за чего они не влазят ни в какое служение. Они предпочитают быть в большей степени так называемыми прихожанами. То есть я прихожу в церковь, я со всеми пою в церкви, я хлопаю, и я действительно люблю Бога, и я спасен, и все здорово. Но дальше мое христианство никуда не идет. Я не проповедую Евангелие, я не молюсь за больных, я не являюсь тем, кто сеет в церковь и так далее. То есть вот эти все моменты, я в них, собственно говоря, и не участвую. Но я верующий, все нормально. И действительно, мы должны понять, что наше спасение не зависит от служения драгоценных. Вы должны четко это уснить. Писание четко говорит, что спасение не от дел, чтобы никто не хвалился. Мое спасение не стало больше вашего, из-за того, что у меня там есть больше десяти тысяч исцелений, чудес и так далее. Оно не стало больше. У нас одинаковое спасение. Мы одинаково идем на небо. И слава Господу за это, что мы не можем друг перед другом хвалиться в этом формате, потому что спасение, еще раз, не от дел. Но почему же мы боимся служения? Потому что сегодня некоторые служители, допустим, говорят, ты пойдешь в служение, у тебя атаки начнутся. Дьявол начнет тебя атаковать. О, вот этот дьявол, он такой сильный. Серьезно? Дьявол сильный? Хотите я вам покажу, где дьявол находится? Смотрите. Вот там. Под вашими ногами. Это не харизматические штучки, это Писание говорит, что он там находится. И когда начинает сильно возникать, знаете, так вот так вот. Придавили и пошли дальше. Понимаете, дьявол — это таракашка, которая просто как-то, знаете, забежала туда, куда не надо было. Когда, вот я все время этот пример говорю, я все время останавливаюсь, потому что люди разные бывают. Но обычно, ну, хорошо, братья обычно так себя не ведут. Когда какой-нибудь там маленький паучок или маленькая таракашка какая-то забежала в квартиру, ну, мы не начинаем. А-а-а! Бежим отсюда! На диван прячемся. Быстрее! Вызывай службу спасения. Я понимаю, иногда сестры некоторые так реагируют, я понимаю. Ну, братья некоторые, все, по-разному бывают люди. Но обычно мы видим, не понял, ты куда забежал? Тыщ! И все. И мы не начинаем устраивать из этого целое шоу, бегать вокруг него. Так, как же его выгнать? Как же его выгнать? Уходи отсюда! Пожалуйста, уходи отсюда! Давай, вот-вот-вот-вот, туда на выход, пожалуйста. И попея, который длится неделями. Это так не происходит. Почему у нас с дьяволом так происходит? Потому что, к сожалению, мы не сильно знакомы с нашим Богом, который живет внутри нас. Мы забываем, что если Бог живет внутри нас, то дьявол никаким образом вообще не может влазить в нашу жизнь. Единственный способ, как он может туда влазить, это когда он нас обманывает, а мы покупаемся на этот обман. Мы такие, ну да, дьявол может иметь вообще власть над моей жизнью. Одна из доктрин, пристегните ремни, братья и сестры, пристегните ремни сейчас. Одна из доктрин, которая продолжает будоражить умы верующих людей и считается непрекословной доктриной в большинстве динаминаций церквей, о том, что если ты где-то согрешил или где-то ошибся, ожидаешь, что дьявол прямо сейчас придет в твою жизнь. И у тебя нет никакого шанса вообще избежать этого. Ну ты же согрешил, сейчас придет воздаяние. Большинство верующих так верят. Большинство верующих верят, что я ехал по дороге, меня подрезали, я с необновленного своего разума по привычке благословил этого человека. Ну наоборот благословил, знаете, как есть такое особое благословение такое. Еще хорошо, что окно было закрыто, чтобы не сильно меня рядом, сзади ехавший брат, чтобы меня не услышал, как я благословил этого человека. И потом я такой, ааа, ну все, сейчас какая-то болезнь ко мне прилипнет, сейчас какая-то финансовая проблема, сейчас в семье начнутся проблемы. И когда эта вещь приходит, мы такие, ну да, ну что, ну я же сам согрешил, я же сам ошибся, поэтому, ну уже все. Дьявол обманывает вас таким образом. Знаете, почему в вашей жизни не должно происходить этого, даже несмотря на то, что вы могли где-то ошибиться? Потому что Иисус, потому что Иисус, Иисус понес наши немощи, болезни, понес наши грехи, и Писание говорит, что Он их забрал, Он не разделил их с нами, Он забрал их от нас. Я все время, когда об этом говорю, я себе представляю, знаете, я в детстве, когда маленький был, и, допустим, родители шли в магазин, мне нравилось все время, знаете, там родителям что-то помогает, таскать, я говорю, дай мне пакет нести, а он тяжелый, родители понимали, что я не могу его утащить, они говорят, ну ладно, если хочешь со мной, давай ты бери за одну ручку, я за другую, вот мы вместе несем. И многие так представляют жертву Иисуса Христа, типа мы встретили Иисуса, Иисус говорит, ну давай одну ручку и вместе понесем эту сумку, ты с одной стороны, я с другой, сумку с твоими грехами, проблемами, проклятиями, всеми остальными вещами, давай вот вместе поделим, и я помогу тебе донести это до креста. Это не так происходит. Забирает грехи, забирает проклятия, забирает болезни, а забирает, это значит у меня этого больше нет. Нет у меня этого. И значит у дьявола нет никаких оснований, законных оснований, для того, чтобы каким образом влиять на мою жизнь. Никаких оснований у него нет. У него, именно поэтому Иисус забрал у него всякую власть. Мы с вами вчера читали Матфея 28 глава, 18 стих. Иисус сказал, вся власть на небе и на земле теперь принадлежит мне. Он не делится ей с дьяволом, он не делегирует ее дьяволом. Слушай, вот тот прокосячил, иди, дай ему пинка, дьявол. Бог с дьяволом не сотрудничает. Он не ведет с ним никаких дел. Это знаете, ну, я понимаю, что сегодняшний современный мир, мы смотрим, знаете, на некоторых политиков или еще что-то, мы смотрим, что они вот так вот на виду всех, они такие враги, а под столом они такие друзья. Вот Бог с дьяволом не ведет таких дел. Мы должны четко это понять. У Бога есть четкая позиция, как он действует, и у дьявола есть четкая позиция, как он действует. И на самом деле, его имя, сатана, противник, то, что происходит противно, то, что идет против Бога. Драгоценное, нам необходимо осознать, что Бог имеет призвание для вашей жизни, что Бог имеет благословение для вашей жизни, что Он хочет, чтобы вы были благословлены во всем и всегда. И более того, эти благословения, еще раз пристегиваемся, не зависят от ваших молитв, постов и всего остального. Благословение Божье, это дар Божий. Мы привыкли, что нам нужно выслужиться перед Богом, что для того, чтобы мне начать проповедовать Евангелие, я хочу, чтобы множество людей спасать, я хочу проповедовать Евангелие, но для начала мне нужно пройти 28 кругов ада, по-другому их никак не назвать, для того, чтобы мне туда попасть. И когда я смотрю на эти 28 кругов ада, и что-то мне не очень сильно туда хочется соваться вообще. Сегодня для нас Библия превратилась просто, знаете, в ужасную книгу, мы не хотим ее открывать. Не потому, что мы не любим Бога, не потому, что мы не любим Божье Слово, а потому, что религия для нас Божье Слово превратила просто в страшный сухарь, который ты смотришь, как она меня достала уже. Не хочу я больше ее смотреть. Мы не смотрим на Библию сегодня, как инструкцию, которая показывает нам принципы успеха, которая показывает нам принципы благословения. Мы видим там злого Бога, мы видим там какие-то проклятия, при том, что Бог там совершенно другой. А почему мы их видим? Потому что нас научили о том, что там Бог такой, что Он злой, что Он хочет, чтобы у тебя были проблемы, что Он хочет, чтобы у тебя были те или иные вещи. И мы не понимаем, что Бог действует совершенно другими методами. Знаете, мы будем сегодня на семинаре подробно вообще разбирать тему, вообще может ли Бог давать или допускать болезни, мы прям подробно это разберем. Но я просто, знаете, хочу сказать такую вещь. Вы где-то встречали в Писании хотя бы одно такое место, где написано, что Иисус ходил по городам и селениям, давая людям болезни и проклиная их. Хоть одно. А почему? Бог что, не любил тех людей? Он что, не хотел, чтобы они изменили, чтобы смирили свои жизни? Что, ни одного такого не было? Что все идеальные были, что ли? Или Бог их не любил просто? А может быть, мы просто ничего-то не так понимаем. Мы видим совершенно другие местописания. Мы видим, что множество раз написано, что Иисус ходил, исцелял, благотворя, благословляя и так далее, действуя, помогая каждому человеку. И обратите внимание, он не отвернулся абсолютно, ни от кого. Нам иногда кажется, Бог меня не слышит. Бог слышит вас всегда. Знаете, одно из сильнейших откровений, которые я в свое время получил, и оно прозвучит очень сильно банально, о том, что Бог меня любит. Звучит как бы, ну, здорово, и меня тоже любит, и что теперь я все это уже знаю, я столько лет в церкви, я уже все знаю. Нет, 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 тут немножко другое. Когда я понимаю, что Бог меня любит, это значит, что вход в его дом для меня открыт всегда. И я живу в этом доме. Я не гость в этом доме. Я там живу. Знаете, есть такая песня, почему-то все время на песнях, наверное, потому что я сам немножко, такой, чуть-чуть прославленец, был в церкви. Сейчас, слава Богу, у нас появилась команда прославлений. Теперь пастор может только заниматься пасторской работой, а не еще и в прославлении заниматься. Хотя мне очень нравится это делать. Есть такая песня, знаете, «Я вхожу в святое святых». Мне все время, когда я слышу, что люди поют эту песню, прошу прощения, кто любит петь эту песню, хотя она звучит так классно, красиво, особенно солист Виталий, который поет, это прям, у него классный голос, я его обожаю, я, собственно, даже знаком с ним немножко. Очень классно звучит. Но каждый раз, когда я слышу, что человек поет эту песню, я его хочу толкнуть и сказать, а куда ты уходил? Ты входишь в святое святых, а куда ты уходил? Что такого есть интересного, что ты решил выйти наружу? Зачем? Бог поместил нас туда. Писание говорит о том, что он вывел нас из мы и ввел нас в царство своего возлюбленного сына. Он уже это сделал. Не я себя туда ввел, он туда меня ввел. Не я постарался, намолил, напастил, и Бог такой, «О, да, теперь ты такой классный, теперь ты достоин моей аудиенции». Не было этого. И мы даже не представляем, насколько много в нашей голове, насколько много в нашей теологии Евангелия самоправедности. Это даже не Евангелие, это такое, знаете, послание, не хочу называть это Евангелием. Послание самоправедности. Когда мы пытаемся самостоятельно, ну вот, ну я же молился. Сегодня большинство людей, когда с ними происходит какая-то вещь, какие-то ситуации происходят в жизни, то, что мне, то, что я слышу потом, от людей они говорят, «Но я же молился, но я же постился, я же сел в церковь, я же приходил на собрание, почему это со мной произошло?» А как эти две вещи вообще между собой связаны? Это все равно, что я ехал по дороге, у меня закончился бензин в Мурманске, и он закончился, потому что в Челябинске упал метеорит несколько лет назад. Как эти события связаны вообще? Никак не связаны. Но мы почему-то пытаемся их привязать друг к другу. Драгоценные, нам необходимо познать, кто есть Бог. И знаете, драгоценные, возможно, для некоторых из вас это будет, ну, немножко сделать сложнее, потому что единственный способ, точнее, единственный источник, откуда мы можем познать, какой есть Бог по-настоящему, это вот отсюда. Как бы нам этого не хотелось, как бы мы не любили Библию, как бы нам ее не извращали, Писание – это именно тот источник, откуда мы узнаем по-настоящему волю Божью. Подожди, Бог же может мне лично сказать. Да без проблем, Бог может лично сказать. Но понимаешь, откровения, которые Бог в тебя вкладывает, они будут основаны только на этом. Бог никогда не скажет тебе больше вот этого, потому что это есть Божье Слово, и потому что Царство, оно не разделилось, и оно будет всегда зиждеться на том, что говорит Божье Слово. И если ты закрываешь Слово Божье, если для тебя Слово Божье закрыто, то сегодня Бог, Он может, конечно, к тебе говорить, нет проблем, Он может говорить абсолютно к любому человеку. Это, знаете, кстати говоря, к вопросу, я когда проводил эксперимент, я церкви задал вопрос, я говорю, слушайте, кто верит о том, что Бог не слушает грешников? Некоторые люди подняли руки, такие, да, я верю, что Бог не слушает. И так на самом деле думают очень многие. Я говорю, хорошо, отталкиваемся всегда от противного. Каждый раз для того, чтобы понять правильность той или иной теологии, опять же, относительно Писания, отталкиваемся от противного. Как будто бы это так. Действительно, Бог не слушает грешников вообще никого, ни нерожденных свыше, ни, знаете, верующих согрешившись. А как тогда можно спастись? Каким образом человек приходит ко спасению? Когда грешник, он не святой, он грешник со своими грехами, приходит к Богу и говорит, Господь, будь моим Господом, Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем, спаси меня. А как он его может спасти, если он его не слышит? И все, знаете, и все. И вот она теология, она куда-то потерялась сразу же. Проверяйте теологию на практике. Каждая вещь, в которую вы верите, проверяйте. Не бойтесь ставить под сомнение то, во что вы верите. Потому что чистая вера, которая основана на Божьем Слове, она приносит плод. Плод приносит. И Бог хочет, чтобы вы были плодоносными во всем, в каждой сфере. Причем, обратите внимание, я думаю, что, я, собственно, не думаю, я видел множество раз таких людей, которые, они думают о себе, что Бог не способен их употребить, что Бог не способен сделать что-то через них. Если вы почитаете книжку, есть такие книжки, Божьи генералы, их вообще четыре части, мне особенно нравится первое и четвертое, про исцеляющих евангелистов. Когда вы почитаете их биографии, откуда начинали все эти люди, вы поймете, что Бог вообще любого человека может употребить. Бог взял меня из Воркуты. Если вы сможете сразу, легко на карте найти Воркуту, вы прям большой молодец. Но это очень сложно будет сделать. Маленький городок, знаете, просто вот, вот Уральские горы, где заканчиваются, уже где Уральские горы, они даже на карте такие, знаете, они на юге, это такие Уральские горы, а чем они больше и северные, они такие, знаете, это камешки Уральских гор. Это просто очень старые горы, они разрушаются, и там такие камешки Уральских гор, такие остались, пару холмов такие. Вот где-то там, где тупик железнодорожный, куда не летают самолеты, не ходят паромы, вот там находится Воркута. И Бог взял меня, который не умеет нормально проповедовать, который не умеет делать ничего, который остался без церкви, потому что в той церкви сказали, что когда я пришел туда и сказал, слушайте, давайте, мы же хотим все пробуждения, мы же хотим все исцеления, пойдемте на улицу молиться за людей. Мне сказали, ты что бунтуешь? Знаете, и тут я такой понял, исцеление, бунт, где связь этих вещей вообще? И я понял, что как бы, ну, я буду один тогда, получается. И Бог смог вот меня, такого, со всеми моими проблемами с характером, со всеми вообще моими вещами, которыми продолжает Бог еще работать надо мной. Спасибо Бог за мою жену, которая продолжает помогать мне в этом вопросе. Знаете, многие братья, когда они женятся, они противятся вот этим изменениям, которые Бог делает через жену. И знаете, для мужей самое сложное получать откровение от Бога через жену. Братья, смиритесь, это происходит очень часто. У меня жена периодически ко мне подходит, но она очень мягко это делает при ее таком, знаете, боевом характере. Она ко мне подходит каждый раз, когда мне, она очень классно движется в пророческом духе. Она ко мне подходит, когда что-то происходит там в церкви, она говорит, ну, я же тебе говорила неделю назад. Ну, я же тебе говорила. Я такой, ну, да, опять, опять я не послушал. Бог, прости меня, прости меня, я опять не послушал. Это иногда, это иногда требуется сделать, знаете, довериться. Но, драгоценные, просто одна мысль, которую я хочу, я понимаю, что я очень о многих вещах сейчас говорю, но я хочу одну мысль заложить в вас очень серьезно. Очень сложно двигаться, получать чудеса в своей жизни для самого себя, жить в этих чудесах, когда недостает одного элемента, на основании которых все это работает. Это доверие Богу. Любое чудо, любая сверхъестественная вещь происходит на основании того, когда мы начинаем доверять Богу. Можно сказать, ну да, так я доверяю Богу, но в моей жизни не происходит. Давайте приведу пример. В свое время, когда я закончил 11 классов, мне надо было дождаться мою еще на тот момент невесту, она заканчивала 11 класс, мне надо было ее год подождать. И у нас были планы, и эти планы есть у любого воркутинского подростка, уехать из Воркуты. Куда, неважно, главное уехать. Там, где ветка, уже есть разделение, где нет вот этого тупика, где вот уже есть разделение какой-то железнодорожной ветки, вот туда, куда самолеты ходят, знаете, поезда ездят, и вот куда-нибудь. И надо было, естественно, откуда взять деньги, значит, надо было пойти на работу. Я устроился работать в сферу продаж, и буквально там за несколько месяцев я получил должность директора, и был очень успешен. Я получал очень серьезные деньги, очень хорошо зарабатывал, и все было очень здорово. И очень легко было в тот момент говорить, да, Бог мой обеспечитель, халлилуйя, аминь, Бог мой обеспечитель. Почему? Потому что все отлично было. По финансам все было отлично, все было здорово. И мы переехали с супругой в Краснодар, мы сняли квартиру, я перевелся туда, там работал директором, точно так же получал хорошую зарплату, и все было здорово. Но в какой-то момент, я уже на тот момент служил, я служу с 17 лет, я понял, что моя работа, она начала воровать время от моего служения. Я принял решение оставить работу в пользу того, чтобы войти в полновременное служение. Я не получал голос от Бога, сын мой, я вывожу тебя. Это было из разряда, я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. Все, у меня не было никаких доказательств. Но при этом, вы должны понимать, мы переехали в Краснодар, там нет наших знакомых, родственников, друзей, никого нету. Вот мы туда, вот одни туда переехали, мы снимаем квартиру, за нее надо платить деньги. Надо покупать покушать, надо одевать жену, надо водить жену в кафе. Ну, обычно мужья тратят все расходы на жену. Ну, я не знаю, у меня обычно так почему-то высходит. И я не говорю, что это плохо, так должно быть. Братья, берем на заметку, тратим деньги на наших любимых. И когда я уволился с работы, и когда пришло время оплачивать те или иные вещи, тут почему-то моя вера куда-то улетучилась. И уже вот этого, Аллилуйя, Бог мой обеспечитель, куда-то, ага, где Аллилуйя-то, куда она делась? Куда моя Аллилуйя потерялась вообще? Потому что визуально, видимо, все стало очень плохо. Потому что денег взять было ниоткуда. Несмотря на то, что я был в служении, у нас еще тогда не было церкви, хотя я и сейчас не получаю никаких финансов от церкви, не было вообще ниоткуда взять обеспечение. Я еще не был никому известен, я еще тогда никуда не ездил служить. У нас тогда, по-моему, один тогда семинар в 2015 году, как раз когда мы переехали, мы привели, и все, полгода тишина была. Особенно, собственно говоря, откуда им взяться этим семинаром, когда мне было тогда 19 лет. И мне пришлось научиться доверять Богу. Вот в этих вот экстремальных условиях мне пришлось научиться доверять Богу. Потому что я понимал, ну тут есть только два варианта. Либо возвращаться в Воркуту, а это не вариант, это вообще не вариант. Либо научиться доверять Богу. И в процессе этого я учился доверять Богу. Но, драгоценно, я все время говорю, в процессе вот этих сложных ситуаций гораздо сложнее научиться доверять Богу. Гораздо сложнее, когда вы находитесь в эпицентре этих событий. Гораздо сложнее научиться стрелять из винтовки, когда вокруг свистят пули и идут взрывы. Именно поэтому солдата вначале отправляют на тренировку, где он в спокойной атмосфере, где поют птички где-нибудь в лесу. Такая, знаете, осенняя погодка, допустим. Ну я обычно себе так это представляю, знаете, как в фильмах показывают. И вот он, знаете, мишени, вот они там стреляют в мишени. Попал, не попал и так далее. То есть не свистят пули, не идут взрывы. И вот как бы все в более-менее спокойной атмосфере. Может быть, рядом только орущий офицер, но это не так страшно, как свистящие пули и идущие взрывы. Понимаете? То есть есть время тренировки. И для этого есть Божье Слово, которым мы подкрепляемся, которым мы укрепляемся. И в момент, когда приходят какие-то обстоятельства, мы легко можем сразу же довериться Богу. Из-за того, что я не знал принципов, как это работает в сфере финансов, из-за того, что я еще тогда не понимал. У меня не было даже у кого спросить на тот момент. Мы еще не имели тогда настолько активной связи с американским офисом JGLM. То есть как бы все это достаточно сложно происходило. Я тогда вообще не владел английским языком. И сложно это было. Знаете, через Google-переводчик это прям... Благословлять пришлось этот Google-переводчик, чтобы он хоть что-нибудь там перевел. Очень сложно все это было. И мне потребовалось примерно полтора года для того, чтобы я хотя бы начал нормально спать. Потому что моя жена спокойно ложилась и спала. Я все время говорю, не переживай, все у нас будет отлично, все будет здорово. Она ложилась спать, ей утром на учебу вставать. А я до трех часов вот это ворочиваюсь. Боже, откуда взять деньги? Боже, где взять деньги? Боже, что делать вообще? Понимаете? И вот это вот состояние у меня происходило примерно полтора года. При том, что я уже тогда начал ездить на семинары, я уже тогда начал служить. Но периодически еще этот момент возникал. Сегодня мы пришли к такому состоянию, когда Бог благословляет нас столько, что мы видим такие чудеса в нашей жизни, в том числе и в финансовой сфере. При том, что я, опять же повторюсь, у меня до сих пор нет никакой зарплаты, ни от церкви, никакой зарплаты от служения, которая меня обеспечивает, которая вот давайте мы тебе то, давайте мне это. Это все происходит сверхъестественным образом, согласно Божьему Слову и согласно тому, когда я доверяю Богу. У нас недавно была ситуация, когда нам надо было сделать определенные траты, не очень большие. Ну, вот сюда, допустим, ехать, нам надо было купить еще один чемодан, потому что мой чемодан благополучно сломали в очередной раз в аэропорту. Ну, это происходит буквально каждые три перелета. Обычно дольше чемоданы не выдерживают, к сожалению. Надо было покупать новый чемодан. И надо было на это финансы, потом надо было еще туда-туда, на церковь надо было там сделать закупки определенные. И я понимал, что, слушай, надо финансы. Я думаю, а что я должен опять молиться за вот это вот впритык? Типа, Господь, ну вот эта сумма нужна на 1582 рубля 44 копейки. Знаете, вот мы обычно так молимся. Типа, Господь, вот эта сумма нужна. Я говорю, Господь, не-не-не, Господь, вот эта сумма нужна мне. И я называю Богу точную сумму, которая должна была прийти. Пятизначная сумма, которая должна была прийти. Приличная сумма для меня. Я говорю, Господь, я не знаю, как ты это сделаешь. И, собственно, меня это вообще не волнует, потому что это же ты делаешь, а не я. Я доверяю тебе. Ты мой папочка. Я твой сын. Я тебе доверяю. Ты как-то об этом позаботишься. Мы иногда думаем, а Богу надо предоставить отчет, куда ты собираешься тратить эти финансы. Серьезно? Вы так верите? Нет, я верю, что когда я подхожу, это знаете, как ребенок, когда подходит к родителю, слушай, дай 200 рублей, пойду что-нибудь куплю себе. Ну ладно, возьми. Не-не-не, чеки принеси, товарные чеки принеси, отчет предоставь, бухгалтерскую смету предоставь, о том, что вот что ты купил, куда ходил, как долго ты это тратил и так далее. И знаете, что интересно? Буквально через где-то недели-полторы эта сумма пришла. Моя жена, мы, по-моему, тогда то ли в церкви находились, то ли на служении. Мне приходит эта сумма, мне приходит уведомление по смс. Я смотрю на телефон, ну у меня вот этот фитнес-трекер, на него приходят смс, дублируются с телефона. Я смотрю, я думал, мне показалось лишний нолик, потому что сумма была огромная. Я смотрю в телефон, и знаете, у нас идет общение, я смотрю, я не могу, я сам не поверил, потому что я еще не привык к тому, что это происходит вот так быстро. Я сейчас еще тоже в процессе, я уже гораздо проще доверяю Богу в финансах, потому что серьезно, сегодняшняя оплата квартиры хорошая, о которой мы живем, мы еще арендуем квартиру, оплата церковных многих вещей, оплата каких-то моментов служения, которые делаются. Нам не присылают деньги из Америки, ну вот вы сделаете это, вы сделаете это, мы сами это делаем, мы сами хотим вкладывать в это служение, потому что мы верим в это служение, мы хотим делать совместную работу, а не хотим быть, ну давайте, мы будем сидеть, вы нам деньги присылаете, а мы будем такие, мы сейчас будем делать. Так любой может делать. А с доверием Богу, о, а тут интересно получается. Понимаете? И пришла эта сумма, и я говорю, я тогда ходил под свечением, я же не говорю, слушай, вообще вот эта сумма. Жена, которая была рядом, она говорит, слушай, может ошиблись. И у меня мысль, может просто ошиблись с номером карты. Ну бывает, ну случается же с людьми такое. Я захожу в приложение, а там смс-ка, знаете, как есть прикрепленное сообщение к платежу, благословений. Я такой, боже, боже, это действительно ты. То же самое происходит, когда это касается исцелений. То же самое, когда это касается семейной сферы. Когда мы только поженились с моей супругой, пять с половиной лет назад, до этого мы два года встречались, общались. И, ну, я ей сделал предложение через две недели после того, как мы познакомились. Да, это было очень авантюрно, потому что ей тогда было 16, мне 17. Ну, знаете, такие интересные. Нам пришлось ждать два года, потому что по закону это можно делать только с 18 лет. Ну, можно и с 16, но это не христианский вариант, потому что с 16 лет только с животиком это можно делать. Это абсолютно не христианский вариант, поэтому нам пришлось подождать до 18 лет. И у нас было отличное общение до этого, все было здорово. Знаете, как вот это вот первое общение, вот это розовые очки, бабочки, и все такое, аллилуйя, и все здорово, знаете. А потом, когда появляется штамп в паспорте, кто-то ворует этих бабочек, кто-то тырит эти розовые очки ночью, и ты просыпаешься, и вместо вот этого... А-а-а-а-а... Чего кружка не помытая? Почему здесь лежат носки твои? Почему вот это не убрано? И вот это, знаете, бытовуха так называемая приходит. И наши отношения в первые несколько месяцев совместной жизни, как раз это как раз в Краснодаре произошло, уже мы в Краснодаре поженились сразу после приезда, и в первые несколько месяцев они были похожи на поруховую бочку. Когда я вечером возвращался с работы, я подходил к дому и так... Так, через сколько она должна лечь спать? Так, сейчас пару кружков вокруг дома сделаю, как раз, может, уже заснешь, чтобы не пересекаться даже. Вот настолько наши отношения были в ужасном состоянии. И это не шутка. Мы садились... Ну, знаете, это сегодня звучит смешно, но на тот момент, это было на полном серьезе, мы садились, открывали Библию и думали, как же нам по-библейски развестись. Для тех, кто навострел уши, ну-ка, ну-ка, интересно, как? Никак. Так, чисто для информации. Я начал молиться Богу, потому что ситуация была такая, что невозможно было находиться дома. Ну, вообще невозможно было находиться дома в этих отношениях, просто, ну, ужас вообще был полный. Невозможно было... То есть ты вот садишься есть, какой-то скандал начинается. Ты просто вот как-то пересекся, какой-то скандал начинается. Это постоянно. Мы разве что только тарелками друг к другу не кидались. Тарелок мало было. Не успели закупиться еще на тот момент тарелками. И слава Богу, а то было бы не жалко тарелки бить друг друга. И Бог просто мне показал. Он говорит, то есть как я вышел с этой ситуации, Бог просто мне сказал, у тебя нет варианта развода, нет его. Потому что, знаете, вот это состояние, когда у тебя есть два варианта, ты как бы мечешься сюда или сюда, сюда или сюда. Бог говорит, у тебя нет этого пути, забудь, у тебя нет этого пути. У тебя есть только вот этот путь. И, соответственно, я начал задумываться, окей, если у меня нет варианта развода, значит, надо как-то изменить эту ситуацию. Что я начал делать каждый раз? Моя супруга достаточно рано ложится спать обычно. Я по специфике служения, там, что-то с сайтами делаю, еще что-то до сих пор. У меня обычное мое время, когда я ложусь спать, два часа ночи, три часа ночи, обычное время, даже сейчас во время конференции, обычное время мне ложиться спать в это время. И она ложилась спать, она уже засыпала, я ложился рядом и начинал за нее молиться. Но я не молился за нее, я заразовала, Господь, сделай что-нибудь с ней. Как она меня достала уже, сколько можно, Господь, давай меняй ее. Я не так молился. Я молился следующим образом. Я говорю, Господь, у меня лучшая жена, у нее лучший характер, это самый лучший человек, который ты мог не дать, потому что ты мне даешь всегда самое лучшее, это говорит твое слово. Я могу оперировать только твоим словом, Господь. А если ты дал мне ее, значит, она есть самая лучшая. И это не из разряда того, что ну вот это твое самое лучшее, вот это, Господь, вот это. Нет, Бог так не делает. Господь, когда дает самое лучшее, Он дает самое лучшее. И я начал молиться, мы начали общаться, и эта ситуация разрешилась буквально, наверное, в месяц, может быть, в два месяца это разрешилась ситуация полностью. Вот мы живем уже пять с лишним лет, у нас прекрасные отношения, мы ездим вместе на конференции, вместе служим, вместе служим в церкви, она помогает очень сильно церкви и так далее. Бог полностью восстановил наши отношения, и мы сегодня только со смехом вспоминаем те времена, когда это было в самом-самом начале. И все это произошло, потому что я доверял Богу. То же самое драгоценное происходит во время исцеления, когда мы служим исцелением. В 2015 году, когда я приехал проводить свою первую конференцию, я до этого никогда не проводил конференции, никогда публично не проповедовал. Это обычно там какие-то личные служения были, или там, знаете, домой куда-то приезжал, ну так, чтобы за кафедрой стоять, это никогда такого не было. Первый раз, мне 19 лет, в 2015 год собралось три церкви, откуда они вообще взялись, 120 человек в зале, ну то есть такая приличная конференция получилась. Я начинаю проповедовать. И где-то, наверное, в первый день, в конце первого дня пастор говорит, слушайте, у нас есть сестра, она играла в прославление, она пела в прославление, ей 30 с лишним лет, и она нуждается в исцелении, потому что ей поставили диагноз рак, она не встает сейчас, я еще подумал, как это связано, рак и не встает, ну ладно. Мы поехали к ней, и знаете, это был человек, который потерял смысл всякой жизни, потому что женщине было где-то 30, 35 лет где-то, 35-37 лет. Она не могла даже встать, потому что это раковая опухоль, она лежала, знаете, она лежала на боку, она была укрыта таким одеялом, ну знаете, обычным одеялом, не очень толстым, таким толщиной где-то, и у нее опухоль на бедре, она была вот такого размера, размером с такую небольшую дыню такую, ну или небольшой арбуз, то есть ее даже под одеялом было видно вот этот вот горб, и она не могла встать, за ней ухаживала ее мама, которая, естественно, гораздо в более серьезном возрасте уже, она не могла встать даже в туалет, она любила петь Богу, но она теперь не может петь Богу, и она в глубочайшей депрессии, она не знает, что с этим делать, потому что она не научена была, как помолиться за себя, как получить для себя исцеление, как доверять Богу и так далее. Я приехал, я помолился за нее, говорю, все, все будет отлично. После первого дня, а я как бы, ну обычно подробности не спрашиваю, я как бы, ну вижу, что вот это проблема, и все. На следующий день пастор выходит свидетельствовать, он говорит, что ему позвонила эта сестра и говорит, что утром она проснулась, у нее под мышкой была какая-то, то ли, знаете, вот она сказала, как лишняя кость какая-то, я не знаю, что это такое, а я даже не знал об этой ситуации. Она говорит, что утром она исчезла, ну то есть как бы раз, и хотя я не за это молился, я молился за ту вещь, которая у нее, вот эта вот раковая опухоль была. И мы приезжали, там было 5 дней конференции, где-то 4 из 5 дней мы к ней приезжали, молились за нее. Во время того, когда я приезжал и молился за нее, я не увидел никаких изменений своими глазами. Никаких изменений вообще не было. Все, что мне нужно было, это доверять Божьему Слову. Бог сказал, что я возложу руки на больных, и они что? Будут здоровы. Без вариантов. Бог не дает варианта, что ты возложишь руки на больных, и они, некоторые будут здоровы, а некоторые будут умирать. Бог не давал такого варианта. Он сказал, что когда я возложу руки на больных, они будут здоровы. И буквально где-то недели через, где-то через неделю или через две мне пишет супруга пастора, мы с семьей начали общаться, Это супруга пастора пишет, она говорит, что она пришла на служение, потому что у нее ушла вся эта шишка, у нее ушел полностью рак, и у нее есть свидетельство, то есть документ от врача, что у нее больше нет рака, она получила полную свободу. Она не делала никакую химию, она не делала каких-то процедур, она полностью освободилась, и она начала жить нормальной, полноценной жизнью. Почему? Потому что так действует доверие Богу. Вера — это и есть доверие Богу. Вера — это не какая-то мифическая субстанция. Вера — это когда я доверяю Богу. Прими решение сегодня довериться Богу, что когда Он тебя спас, когда ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Он назвал тебя своим детем, своим сыном и своей дочерью. Писание говорит, Евангелие Теана, 1 глава 12, что всякий, кто уверовал в Иисуса Христа, получил власть называться детем Божьим. И это не вопрос, а я себя не чувствую таковым. Кто тебе сказал, что ты должен чувствовать себя таковым? Первое, с чего все начинается? Я начинаю доверять Богу, что Его Слово для меня, оно для меня, и это есть истина. И с этим подстраиваются и чувства мои. Потому что Павел пишет, чувства навыкам приученные. Вот это слово навыкам дословно с греческого означает муштра. То есть чувства, которые необходимо заставить соответствовать тому, что говорит Божье Слово. Чувства, знаете, они такие перебежчики. Когда все в жизни хорошо, и чувства такие, ха-ха, халилуя, я выше всех руки поднимаю, громче всех хлопаю. Когда в жизни что-то плохо, и чувства такие, не хочу славить Бога, все, оставьте меня. Ну, чувства, она такая, знаете, перебежчики такие. Но мы не говорим в Писании, что в Писании нет таких вещей, что у нас так должно происходить драгоценное. Именно поэтому чувства должны работать на нас, а не против нас. И уж тем более чувства не должны нас вести по жизни. Они могут быть вспомогательным элементом, но они не должны вести нас по жизни. Божье Слово, Которому мы доверяем, должно вести нас по жизни. Примите решение сегодня довериться Богу о том, что Он говорит о вас, что вы праведны в Иисусе Христе, что вы святой народ в Иисусе Христе. Для верующих, для многих сегодня это вообще какой-то абсурд сказать, я святой? Нет, ты что, нельзя такого говорить, ты что. Ну, откройте Писание, ну, посмотрите. Первое послание Петра, вторая глава, по-моему, 7-8 стих говорит, вы народ избранный, царственное священство, народ святой, некогда не помилованный, ныне помилованный. И что, это из-за того, что вы себя чувствуете таковыми? Нет, потому что Иисус заплатил за это. Примите решение согласиться с тем, что Бог хочет, чтобы вы имели финансовое благословение для вашей жизни. Бог этого хочет, потому что, когда у вас будет избыток, Бог в любой момент может воспользоваться вашим избытком для того, чтобы благословить любого человека вокруг вас. Это и есть Евангелие, не только для меня, но для любого человека вокруг меня. Вот почему возлюби ближнего, как самого себя. Вот почему не три заповеди, возлюби Бога, возлюби себя и возлюби ближнего, а это взаимосвязанные заповеди, возлюби ближнего, как самого себя. Потому что, когда ты понимаешь Божью волю, ты начинаешь любить себя. Чего ты такое говоришь? Что это, себя надо любить? Да, себя надо любить. Писание об этом говорит. И из этого ты начинаешь любить своего ближнего. Знаете, что в большинстве случаев вообще человек поступает с ближним по отношению к тому, как он думает о самом себе. Он начинает грубить другим, потому что он о себе так думает. Он себя не видит вот в этом устроенном состоянии. Он себя не видит вот в этом состоянии полноценности. Он начинает какие-то гадости говорить, он начинает грубить и так далее. Это показывает практика просто. Я не психолог, знаете, я вообще на самом деле не очень-то люблю психологию, потому что понимаю некоторые моменты, как она работает, поэтому простите меня, если сидят психологи. У меня мама сама психолог с образованием, но для меня, знаете, психология это очень далекие вещи, для меня больше Евангелие, гораздо более эффективная работающая вещь. Примите решение довериться сегодня Богу, что Бог хочет, чтобы вы были здоровыми. И драгоценные, во всем этом, то, что я перечислил, и гораздо больше, примите решение, что Бог хочет этого для вас сейчас. Не завтра, не послезавтра. Даже если это не происходит вот так вот. Бог хочет этого сейчас в вашей жизни. Примите решение ожидать сейчас для вашей жизни. Примите решение ожидать финансового обеспечения сейчас для вашей жизни. Ой, откуда оно может взяться? Я вообще на пенсии нахожусь, откуда Бог может взять для меня финансовое обеспечение? Очень легко. У меня есть брат в церкви. Он тоже пенсионер. Он вышел на пенсию, но он вышел гораздо раньше, потому что он жил в Норильске, по северным вот этим. Вот он вышел гораздо раньше. Ну, вы здесь понимаете все эти штуки. Он вышел гораздо раньше, хотя живет сейчас в Краснодаре. И он говорит, что к нам приезжал наш брат-служитель. Он в пророчестве двигается, и он за него молился. Он говорит, Бог приготовил для тебя подарок. Подарок и подарок. Что-то под елку поставили. Это как раз перед Новым годом был. У нас день рождения церкви был, первый год. И он уехал. В январе мы как раз... А мы не заканчивали проводить служение. Мы сразу же вошли в новую колею в Новом году. И он приходит где-то на второе служение, наверное, или на первое служение. Показывает мне смс-ку от пенсионного фонда, который начислил ему что ли 50, то ли 60 тысяч. У него не такая большая пенсия. Он говорит, Алексей, что делать? Вернуть, может быть? Говорит, а помнишь, тебе пророчествовали за подарок? Ну, вот твой подарок. Ему не должны были перечислять такие. У него после этого никогда не было таких платежей по пенсии. Пенсионный фонд не раздает просто так деньги. Но Бог взял и каким-то образом благословил его. Понимаете? Бог каким-то образом благословляет нас с женой. Каким-то. Я знаю, каким. Потому что он любит нас. Методы его меня не сильно интересуют. Я не суюсь в его дела. Как бы папа делает, и все. Спасибо, папа. Я не суюсь туда в дела. Знаете? Мы же, когда приходим в, знаете, не знаю, куда-нибудь, в какую-нибудь пекарню, в кулинарию, мы же, когда покупаем торт, не узнаем. Так, вначале покажите мне, как вы делаете этот торт. Какие вы инструменты используете, какие коржи. Вот когда вы покажете мне полностью весь процесс, тогда я его куплю. Вы просто берете и покупаете. Его говорят, спасибо, отлично. А в данном случае Бог нам купил этот торт. Мы такие, спасибо, папа. Отлично. Спасибо за подарок. Я рад. Я не влажу в его дела то, как он это делает. Я просто ему благодарен. И я постоянно ожидаю. Каждый день нахожусь в ожидании новых чудес. Вот почему буквально сейчас, во время того, когда мы начинали, я отходил буквально из зала, потому что мне попросили помолиться. Девушка звонила, говорит, очень сильная боль внизу живота. Не знаю откуда, прям сильнейшие боли. Я за нее помолился. Буквально через пять минут мне приходит сообщение. Большими буквами. Боль ушла, слава Богу. Пять минут. Бог исцеляет. И сегодня я живу в этих чудесах каждый день. И мне мало их. Я не присыщаюсь чудесами. Я привык к тому, что чудеса происходят. Но мне мало этих чудес. Я хочу еще больше. При том, что я не очень люблю ездить куда-то. Но я знаю, что каждый раз, когда я куда-то буду приезжать, люди будут освобождаться. Люди будут получать исцеление. Люди будут получать благословения. Жизни будут меняться. И самое классное. Люди услышат послания. Начнут практиковать. И сами начнут это делать. И я им больше не буду нужен. И они будут еще больше знать Бога. И они будут лично с ним ходить. И они будут получать эти благословения. И сегодня я хожу в этих чудесах каждый день. И драгоценный. Благая весь том, что каждый из вас так может делать. Каждый из вас может стоять здесь. Каждый из вас может свидетельствовать. Каждый из вас может пророчествовать. Каждый из вас может проповедовать, каждый из вас может свидетельствовать, может финансово служить, может служить в исцелении, может воскрешать мертвых. Каждый из вас. И это не аллегорически. Это есть то, что говорит Божье Слово о каждом из вас. И у нас есть два варианта. Сказать, нет, Бог, ты лжец. Я не верю твоему Слову, это просто историческая книжка. Или я принимаю решение, что Божье Слово – это истина для моей жизни. Это истина для меня, не просто для всех. Слава Богу, для всех. Классно, для всех. Но для меня. Я хочу, чтобы Бог был живой в моей жизни. Не где-то там в Африке, не где-то там в Америке. Я помню, когда я включал эти видео с исцелениями, я просто рыдал над этими видео, я говорил, Господь, почему это там происходит? Я не хочу, чтобы это там происходило, я хочу, чтобы это происходило здесь, Господь. Потому что Россия – необделенная страна. В Оркутане – необделенный город. Я хочу, чтобы это происходило везде, Господь. И я принял решение, просто как сумасшедший, оставить мое высшее образование, оставить мою прекрасную... Я обожал свою работу. Я получал огромные деньги. Мне в 19 лет предложили должность регионального директора с зарплатой в 200-300 тысяч. Я отказался от этой работы в пользу служения. Я просто безумно пошел за Богом и говорю, Господь, я хочу увидеть, как ты исполнишь свои обещания. И вот уже проходит столько лет, с 17 лет, и мне сейчас 24, и каждый день я вижу, как Бог исполняет свое обещание. И драгоценные, выбор за нами. Бог не делает этот выбор за нас. Он уже сделал выбор в пользу нас, когда Он призвал каждого из вас. Сам факт того, что вы спасены, говорит о том, что Бог призвал вас. Выбор за нами. Готовы ли мы пойти за Богом или не готовы ли мы пойти за Богом? Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Просто закройте глаза, отключитесь от всего, от всех вокруг. Просто останьтесь один на один с Богом. А Он рядом с вами, Он никуда не уходил. Его не надо приглашать куда-то, Он рядом с вами, всегда находится с вами. И давайте просто помолимся сейчас. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты живой. Ты настоящий Господь. Твое слово – это не просто истории. Твое слово – это не просто рассказы. И это не те чудеса, которые Ты сотворяешь только в Африке, в Америке, где-то в Азии. Но, Господь, Ты живой в нашей жизни. И, Господь, я хочу, я хочу увидеть чудеса в своей жизни. Я хочу увидеть Тебя живого в своей жизни. Не просто слышать истории о Тебе, но знать Тебя живого. Видеть Тебя живого. Переживать Тебя живого. Каждый день в своей жизни. Потому что это есть Твое желание. Это не Мое желание. Это Твое желание, которое Ты вложил в меня. И я откликаюсь на это желание, Господь. Я хочу, чтобы моя жизнь была полным посвящением Тебе. Я хочу, чтобы вся моя жизнь была наполнена благодарностью Тебе. Когда я вижу, когда я прикасаюсь к Твоему живому Слову, который становится плотью в моей жизни. В каждой сфере. И я знаю, Господь, что сегодня Ты мой целитель. Ты мой обеспечитель. Ты тот, кто благословляет меня во имя Иисуса Христа. Если у вас есть какая-то болезнь, какая-то проблема физическая, не важно, какого она характера, возложите сами на себя руку сейчас. Господь, мы благодарим Тебя. Твоя жизнь и Твое исцеление, оно действует прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякую болезнь. Мы разрушаем всякую немощь. Мы не собираемся больше ни дня мириться, ни с каким диагнозом. Потому что ранами Иисуса мы были исцелены во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за Твое божественное финансовое обеспечение, которое Ты дал каждому из нас. Ты не выбирал особенных. Но Ты дал это каждому из нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за нашу семью. За семью каждого человека на этом месте. Спасибо Тебя, драгоценный. За то, что Ты даешь нам благословение. Иметь благодать и иметь мир и радость в отношениях в семье. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам мудрость служить нашим ближним, служить нашим родственникам, чтобы каждый из них был здесь, в этой церкви, спасенным Детем Божьим. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, любимый. Мы доверяем Тебе. Мы доверяем Твоему Слову. Помоги нам, Господь, разобраться со всеми сомнениями. Оставить их все во имя Иисуса Христа. И полностью, безумно довериться Тебе. И взять обещанное. Потому что, Господь, Ты сделал нас наследниками, сонаследниками с Иисусом Христом. И в это мы хотим ходить каждый день. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Мы воздаем Тебе всю честь, всю хвалу и все провозношение. Потому что, Господь, мы знаем, что Ты действуешь сейчас. Мы получили Твое исцеление сейчас. Мы получили Твое обеспечения сейчас. Мы получили благословение для наших семей сейчас. Во имя Иисуса Христа. И мы знаем, что это и есть Твоя воля. Благая, угодная и совершенная. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Иисус Господь. Аминь. У нас причастие сейчас? Хорошо, Драгоценный. У нас сейчас будет время для причастия. Знаете, я хочу поделиться очень коротко словом о причастии, Драгоценный. Я знаю, что если вы достаточно давно посещали церковь, многие вещи, прославление, пение песен, провозглашение, проповедь, причастие, стало таким обыденным. Стало просто каким-то ритуальным вещем. Мы когда поем песни, мы просто поем песни. Мы даже не вкладываем в это смысл какой-то. Хотя прославление это такая же духовная часть, как молитва, как служение людям. Это такая же духовная сфера. И действительно ли мы благодарны Богу, когда мы поем эти песни? Знаете, я все время, каждый раз, когда я нахожусь в прославлении, мне все равно, в каком стиле поется прославление. Я люблю, когда это барабаны, электрогитары и все остальное. Но даже когда я был в Пресвитарянской церкви, когда там колокольчики использовались, я там испытывал точно такое же присутствие Божье. Потому что в этот момент, когда они пели песни, казалось бы, очень простые, какие-то незамысловатые, я вспоминал Божье благодеяние, которое Он совершал для моей жизни. И это в очередной раз помогало мне ощущать Его присутствие. Почему я могу чувствовать Его присутствие каждый день? Мне не надо Его намаливать. Оно каждый день со мной. И когда мы принимаем причастие драгоценное, это не просто ритуал. Мы напоминаем себе драгоценное. Иисус сказал, знаете, вот многие сегодня христиане принимают причастие для того, чтобы использовать это время, чтобы избавиться от греха, чтобы покаяться. Я не против, если кто-то кается во время причастия драгоценного, но причастие вообще никогда для этого не предназначалось. Иисус сказал, делайте это в воспоминании обо Мне, а не в воспоминании о своих грехах. Не о себе вспоминайте, а о нем вспоминайте. А о чем мы вспоминаем? Когда мы принимаем Его кровь, и это не образ, мы принимаем Его кровь, Иисус не сказал, принимайте прообраз моей крови. Мы принимаем Его кровь. И когда мы принимаем Его кровь, мы вспоминаем о том, что раны, о том, что кровью Иисуса Христа были полностью свободны от всякого греха. Вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего. Он очистил меня полностью, полностью освободил меня. Не из-за меня, не из-за моих дел, а из-за того, что Он заплатил меня. Я там должен был висеть на кресте, а Он пошел вместо меня, освободил меня от этого долга. Смерть была уплачена, плата за грех, смерть. И Иисус оплатил этот долг перед Отцом за меня и за каждого из вас. Когда мы принимаем кровь Иисуса Христа, мы напоминаем себе о том, что Его кровь освободила нас от всякого проклятия. Рожденный свыше человек не может иметь в себе никакого проклятия. Иисус освободил вас еще там, 2000 лет назад на кресте. Когда мы принимаем Его тело, мы напоминаем себе о том, что Иисус получал раны, Он страдал. И этими ранами мы были исцелены. Вы хотели принять божественную таблетку? Вот она. Тело Иисуса Христа. Помните, как женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она искала возможности прикоснуться к Иисусу. И часто сегодня люди ищут возможности прикоснуться к телу Иисуса. Вот оно. Это не прообраз, это Его тело. Когда вы можете прикоснуться и получить свое исцеление. Это ваша таблетка. Напоминание того, что Бог сделал для каждого из вас. Перестаньте думать об этом, как о ритуале. Помните об этом, что это Иисус. Вы принимаете то, что сделал Иисус. Аминь, драгоценные. Давайте, наверное, сейчас мы разнесем, да? Да, давайте помолимся. Помолимся, мы раздадим. Это я попрошу братьев. Сергей, Андрей, Олег, подойдите, пожалуйста, сюда. Поможете нам это разнести. Поможете. Да, 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 хорошо. Хорошо. Во имя Иисуса Христа, Господь, спасибо Тебе за Твою жертву. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Твоя кровь, она в нас. Она прямо сейчас циркулирует по нашему телу. Свобода Твоя, она в нас. Свобода от всякого греха. От всякого проклятия. От всего старого. Ты освободил нас. Мы стали новыми в Тебе. Это радостная весть, Господь. Причастие, это не грустная весть. Это радостная весть, Господь. Потому что Ты сказал, вам хорошо, чтобы я пошел. И я не оставлю вас сиротами. И мы не сироты сегодня в Иисусе Христе. Но мы принятые в Нем, возлюбленном. Мы принятые дети Божьи. И сегодня мы с радостью и с благодарением принимаем Его кровь, которая освободила нас. Сегодня мы с радостью и благодарением принимаем Его тело, которое благословило и очистило нас. И мы ожидаем, Господь, прикасаясь к Тебе, получать Твое исцеление. Получать свободу и благословение от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.